Всем известная история про Каина и Авеля. Первый человек на земле, не сотворенный Богом, но родившийся от Адама и Евы, их первенец Каин, построивший первый город на земле, прославился совсем не за это, а за убийство своего родного младшего брата Авеля. Каин был, как мы знаем, земледельцем, а Авель – пастухом. Первый принес в жертву Богу часть урожая, а второй – животных от своего стада. Но Бог не принял жертву Каина. На жертву Авеля сошел с неба огонь, а на дар Каина нет. Каин очень огорчился. Одержимый завистью он заманил брата в поле, там его убил, за что был проклят и езден из своего дома. Каин огорчился, что Господь не принял его жертву. А почему, кстати, не принял? Святитель Иоанн Златоус объясняет это, что Авель принес от первородных, то есть самых ценных овец жертву Богу, а Каин, как написано в Библии, принес от плодов земли. То есть то, что просто выросло, не самое лучшее и ценное, как у брата. Когда же Каин огорчился, Господь прямо спросил у него, «Почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то почему не поднимаешь лица? Если не делаешь доброго, то у дверей твоих грех лежит, он влечет тебя к себе, а ты господствуй над ним». Бог дал Каину прямо понять, что замысел убит брата ему известен, однако при этом он не угрожает ему наказанием, а объясняет, словно маленькому мальчику, как должен вести себя человек, когда его одолевает недобрые мысли. «Грех влечет тебя, но ты господствуй над ним, сопротивляйся». Но Каин снова отвергает этот совет и предупреждение. Мало того, убив уже своего брата, Каин не захотел услышать призыв Бога, который теперь взывал к покаянию. Господь спрашивает, «Где Авель, брат твой?» Он спрашивает, словно не знает, что совершил Каин. Бог говорит, словно, «Подумай, где теперь из-за тебя, брат твой, опомнись?» Но Каин уже окончательно окаменел душой. «Не знаю», — отвечает он, «Разве я сторож брату своему?» Так действует на человека совершенный грех. Его сердце становится невосприимчивым к голосу совести, разум помутняется. И Господь осудил его на скитание из родных мест, отметив особым знаком, Каиновой печатью, которую наложил по просьбе самого Каина, который очень боялся, что его самого теперь могут убить. И сделал Господь Бог Каину знамение, что никто, встретившись с ним, не убил его. Эта печать — знак вовсе не гнева, как думают некоторые, а знак милосердия Божия, с которым Господь относится ко всем людям без исключения, даже к таким, как первый убийца на земле — Каин. Любая зависть действует на нас так же, как в истории действовала на Каина. Каждый раз, когда мы завидуем, мы идем по его пути. Но разве в этом гибельном состоянии оставляет нас Господь? Конечно, нет. Как и в случае с Каином, Господь всегда подает нам свою милость и помощь. Главное — откликнуться на нее, а значит, не упорствовать в своих ошибках и заблуждениях, чтобы не случилось с нами чего худшего. Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok